Всем привет! Хочу вам показать, как я делала свою свадебную фату. Покупать я не стала, а решила сделать сама. Для моей фаты мне понадобится фатин. У меня такой не очень белый, но на камере белый. Айбери цвет. Я купила сначала 70 см. Она идет 3 метра. В общем, я покупала второй раз 3х3. Вот. Но оказалось, что мне где-то хватит 150 см. Примерно. Кружево. В нижнем ноге, где вот такое кружево, стоит около 340-350 рублей. Цены разные. Можно купить подешевле, подороже. Еще можно такой за 200 с чем-нибудь найти метр. У меня здесь почти 4 метра. Но мне немножко не хватило, поэтому у меня фатом будет где-то метр... Метр 20 на метр 20. Ну, то есть у меня еще на 2 фаты хватит. Я еще 2 сделаю. Вот. Следующий вам тоже покажу. Первое. Это мы вырезаем квадрат. Измеряем. Из фатима мы измерим... А, кстати, еще бисер. Бисером намного дороже кружева. Поэтому бисер я сделаю сама. Вот. Я заказала на Алиэкспрессе вот такой бисер. И его пришью кружеву. Потому что кружево с бисером стоит около 500 рублей. Нет. В общем. Первое. Это мы вырезаем квадрат. В моем случае это 150 на 150. И делаем солнышко. То есть нам нужно сделать круг. Сейчас покажу, как это делать. Я сложила ткань в 5 раз примерно. Потому что она тоненькая. Вот. Видите, сколько слоев. Главное, чтобы вот здесь было ровно. И какой длины вы можете взять. Если у вас здесь будет заколка и закрепляться. Естественно, вы можете к себе вот этот уголочек приложить. Посмотреть. Я обрезаю ровненько сейчас. Вот столько. У вас квадрат. То есть вы его складываете и обрезаете сколько вам нужно солнышком. Ну, примерно вот такая форма получается круг. То, что у вас неровности небольшие, вы можете это все закрыть кружевом. Поэтому это ничего страшного. Обрезаем мы сейчас солнышко. Вот я обрезала. У меня вот такая фото будет. Здесь немножко неровно, но это я сейчас подкорректирую. Вот эти вот отрежу. И, естественно, мы раскладываем и кружево. Кружево где-то с 4 метра, но лучше возьмите запасом 6-5-6. Если вы по плечи, ой, по... Примерно ниже лопаток, если у вас фото, примерно по лопатке ниже лопаток, по локту, естественно. И, естественно, я сделала оборку. Пока что нитками обычными. И на машинке это нужно все прострочить. И после этого пришить бисер. После того, как уже прострочить, можно пришивать бисер. Я буду отвратить точки пришивать. А так, если хотите, можете оставить. В принципе, пришить только кружево. Кстати, на вопрос отвечаю сразу, почему я решила шить фото, а не покупать. Вопрос очень довольно простой. Просто это фото выйдет у вас намного дешевле, чем вы купите в магазине. Сзади кружево, кстати. Сзади вот такая длина. Вот обычное фото получилось. Кружево, естественно, сами-то пьете. В магазине, если покупать, такая будет стоить 3,5-4 тысячи. У меня вышло 3 метра. Кстати, здесь где-то 100 сантиметров понадобится на эту фото. Такая выйдет рублей в 500. Именно фатин. А кружево можете рублей за 250, грубо говоря, от 1500, от 1000 даже до 2000. Ну нет, до 2000 у вас это фото выйдет. Вот смотрите. Цвета его, естественно, вы можете другой цвет выбрать. После того, как мы пришили кружево, можете, кстати, это, в принципе, без разницы, я после того, как пришила, буду бисером. Бисер любой, у меня вот такой вот разный, белый, прозрачный, это уже, насколько у вас фантазии хватит. У меня тут у них все разный. Вот. И пришиваем. Я буду пришивать к цветочкам. Сейчас я дну пришью, вам покажу, как это у меня получилось, как это смотрится. Вот такая кружева. Вот такой бисер получается. Такая картинка. Здесь белые лепестка. Здесь бусинки разные. Серединки тоже бусинки. Вот обычный кружево, смотрите, как отличается, как красиво переливается. Буду все прошивать вот так. Кстати, это заняло где-то минут 20 вот такой день. Так что недолго. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было полезно. И всем до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.